Да, у человека есть двое детей, мы готовы сделать так, чтобы это было хорошо. Но у нас разная финансовая ситуация. В каком смысле разная? Ну, в другой смысле, скажем так. И она настаивает то, что дети не будут ущемлены. Я хочу, просто нужно сказать, как меня себя вести в будущем на счет детей. Потому что ее отец, и детей отец очень любит их. И если будет, я не хочу иметь войну с мужем, потому что я выиграл войну. Я хороший боец. Но это все-таки семья, которая уже когда-то создалась. И... И для двух девочек было два ответа настоящих. И просто человек, кто я, делать лучше. Я не знаю, как это сделать. Вот я потерянный, я извиняюсь. Ну, Виталий, я понимаю вас. И это чувство, которое вы испытываете, все-таки чувство, которое вам мешает жить, потому что это же семья. Вы любите женщину, у которой есть дети, у которой есть муж. У нее, как я понимаю, с ее мужем нет нормальных отношений. Возможно, там чувства уже прошли. Она не испытывает никакой симпатии, ни тяги. Жить вместе со своим нынешним мужем, а хотела бы жить с вами. Но, вы знаете, ее муж... Вот даже не то, что знаете. Я слышу из ваших уст, что ее муж не хотел бы развода и хотел бы жить с ней дальше. Я верно понял? Да, даже... То есть, они даже не вместе, не вообще... Да, это его старт, потому что это его карьера. Да, все карьера, это такой человек, скажем так. То есть, он на развод не будет подавать ни за что, и если она разведется, то только по собственной инициативе, так? Не, они будут разводиться... Ну как, у нас был уговор. Я поставил такое слово, я не знаю, я имею право на это, нет, потому что... Я дал, попросил свою девочку, если в марте не будет поля на развод, вот, я просто уйду. И все, потому что это нечестно, это несправедливо. Представим ситуацию, вы поженились, вот она развелась, вы вместе живете, и лет через 7-10, к примеру, вдруг появляется такой мужчина, который по какой-то причине оказывается лучше, чем вы для нее. И она это видит, она вдруг испытывает чувство к нему. И если она от вас уйдет, вот точно так же, как сейчас, она уходит от своего нынешнего мужа. Почему вы так в этом уверены? Если она... Ведь она любила этого мужа. Сами теряют то, что женщина... Единственная вещь, то есть, что когда мы любим женщин до Жениха, мы видим все бьюти, так сказать, но когда мы женились, мы забываем про это. Я не тот человек. Я очень... Может быть, потому что я танцор, потому что я в другой сфере родился, не знаю почему. Может, потому что я так вырос. Но я никогда не позволю, чтобы женщина моя любимая... Но, Виталий, это вы не позволите, а она... Смотрите, ведь она может себе позволить, за нее вы гарантию давать не сможете. Она свободный человек, она может выбрать вдруг другого в будущем, потому что... Еще раз. Ну, я предполагаю, как они поженились вот с ее нынешним мужем? Они любили друг друга или это был брак по расчету? Как они сошлись? Ну, я не знаю, ну, как она говорит, то, что было то, что она любила его, но получилось так, что мужчина стал... Я его... Я его знаю, я видел с ним, я мой знакомый, я видел буквально, ну, с женщиной три раза. Вот. Ну, человек, который просто стал зарабатывать деньги и считает, что женщина это просто... Кто должен сидеть дома и делать свое дело, и все. То есть, ее не устраивает такой расклад, такое отношение с его стороны, и по этой причине у нее чувства ушли те, которые были в прошлом, да? Да, в прошлом, но она была более успешным юристом, но она, потому что она любила его, она бросила свою карьеру ради него, вот, и чтобы он занимался тоже юристом, криминальным юристом. Вот. И все. И знаете, в одной передаче вообще невозможно сказать, но я не знаю почему, но она почему-то решила то, что она... Вы не поверите, эта женщина меня спасла два раза в мою жизнь. Вот. Вот. Я не просто... Вы знаете, я не люблю говорить на радио, на публику, но это правда. Вот. И я сталкиваю эту женщину очень сильно. Вот. Я знаю то, что... Но вы, Виталий, все-таки звоните мне, и мне кажется, что вы хотите получить от меня одобрение на брак с этой женщиной, которая имеет мужа, и не испытывать угрызений совести за то, что вы возьмете в жены женщину, которая имеет детей, имеет мужа, и даже если она разведется и хочет этого, как я понимаю, все равно вы чувствуете, что какое-то беспокойство у вас в душе и какая-то неуверенность, правильно ли вы поступите, есть. Это так? Да, потому что это мое прошлое, потому что у меня есть отчим, который любит мою мамку, любил, но я был не... Я стал любимым сыном, когда я пришел с армией. Два армии, когда я стал чемпионом Европы, а после, когда я пришел с армией, я просто сказал, что так оно будет, и все. Я просто стал хозяином своей семьи, и все. Вот. Хочу быть отчим бестолкован. Виталий, мы с вами действительно можем достаточно долго говорить на эту тему, вспоминать о самых разных нюансах и вашей жизни, и ее, и ваших отношений, но факт остается фактом. Я не могу дать вам добро на то, чтобы вы женились на ней, пока она замужем. То есть, если она разведется, то пусть она это делает, но без вашей инициативы. То есть, даже если у них плохо в семье, даже если там муж, вот он такой, он не дает ей раскрыться, он, ну, сдерживает ее, ограничивает ее, она как женщина неполноценно себя чувствует, и она как в оковах каких-то живет, все равно это чужая семья. Всовать голову свою в чужую семью – это опасное дело. И в этом смысле, вот если уж там как-то они совсем уже на разрыв пойдут и разведутся, да, но не инициируйте сами этот развод. Не стимулируйте ее к этому. Потому что это не то основание для крепкого брака, какой вы хотели бы иметь. Вот пока на этом сегодня я остановлюсь, в большей мере я бы посоветовал вам, Виталий, подумать вот о чем. Как вы, какие качества вы должны иметь, чтобы быть надежным защитником для будущей семьи, для детей и жены в духовном плане, в психологическом плане, в моральном, в финансовом, в физическом плане. Но давайте вот на этом, Виталий, мы закончим, потому что у меня время в первой половине эфира завершилось. Спасибо вам за откровенность и за доверие. Мы уходим на перерыв, встретимся ровно в 11.00. Красота – это уверенность. Красота – это уверенность. Красота – это уверенность.